всем привет мои дорогие подписчики и гости канала как говорится шла вторая неделя карантина квартира полностью выдраина лучше чем в операционной перестирала все что можно и начала в шкафчиках убирать и наткнулась на альбом с фотографиями это молодежь сейчас конечно не знает что такое альбом мое поколение поколение постарше у каждого из нас естественно есть альбом и наткнулась на фотографию 2004 года когда мы только начали встречаться с девчонками и как-то все навеяли воспоминания и хочу поделиться этими воспоминаниями с вами кому интересно слушайте а кому нет проходите мимо в то время далеко конечно не у всех были компьютеры это считалось роскошью и я не помню кто создал эту группу в одноклассниках одноклассники помните да она и сейчас естественно существует но тогда это самая такая популярная группа была и я не помню кто из девчонок создал группу в общем она называлась или нашего лани но вот что-то такое и мы там начали как-то так знакомиться и потом собираться в кафешках пили чай разговаривали нас на она была тогда человек 15 и все вот только-только приехали я например в 2003 году кто-то в 2004 кто-то в 2002 но в общем свежие еще знаете такие иностранки собирались разговаривали как-то поддерживали друг друга потому что одно языка не знаем да все новое страна чужая делились мыслями планами на будущее кто-то там я биг боссом буду обязательно кто-то говорил я открою свой салон кто-то я не хочу вообще работать я хочу быть многодетной мамой и сидеть дома и вот у некоторых мечты эти сбылись я помню некоторых девочек которые сейчас действительно у них свои фирмы фирмы успешные я еще помню и в то время зелеными иностранками кто-то действительно открыл свой салон кто-то высоко взлетел потом больно упал кто-то несколько раз выходил замуж рожал опять выходил замуж рожал и разводился в общем такое у меня тогда была мечта ну в принципе она есть и сейчас чтобы вот хотя бы маленький какой-то приют для бездомных животных открыть пока мечта еще в планах надеюсь умирать не собираюсь сижу дома коронавирус не страшен надеюсь эта мечта сбудется вот как-то так проводили время я дома учила турецкий мои подписчики знают как я его учила это по мультикам я учила по турецким мультфильмам потом моя бабушка покойное царство и небесное научила меня крючком вязать ковры вязала ковры мы их очень хорошо продавали потому что ручная работа это конечно ценилась у меня на ковер где-то где-то месяц уходил меня конечно очень сильно поддерживал мой муж борис спасибо ему огромное за это потому что в чужой стране это не так то просто вдалеке от близких мы постоянно с ним куда-то и ходили на рыбалку он мне аланию показывал в моем турецком спасибо ему огромное поправлял меня что-то подсказывал потом я начала работать в сувенирах ну тогда кстати сувениры ну это сколько лет назад тогда без разницы русский ты немец ты гребли все тогда очень хорошо расходились сувениры это сейчас уже конечно народ наелся этими сувенирами там максимум один магнитик купит и все а тогда сувениры очень хорошо шли ну и потом как-то вот жизнь завертела закрутила мы начали все меньше меньше встречаться потом поздравление на новый год да и с днем рождения сейчас вообще как-то так ну знаем что есть такие знаем как судьба сложилась и чего-то вот как-то мне эта фотография закончится этот весь карантин обязательно обзвоню всех этих девчонок и знаете как встреча одноклассников будет действительно встретиться хотя бы на полчасика понимаю там что все или мамочки или занятые все люди ну хотя бы полчаса нужно все-таки выделить и действительно вот после наших встреч на протяжении всего времени как они добивались как их жизнь складывалась какие-то удачи неудачи их постигали так это все было сейчас такого нет сейчас как-то вот я не знаю почему вот например немцы да они друг друга увидят или например шведы финны без разницы они друг друга увидят как-то там кучкуются целуются разговаривает нашу друга друга знаете русскую речь услышал такую как будто там от чумки от какой-то от почему так я не знаю конечно может это какие-то особенности нашего менталитета бог его знает сейчас нет такой помощи вот как мы друг другу раньше помогали сейчас человеку принципе сейчас той помощи такой особо не нужно потому что русскоговорящий сейчас в алании наверно живет больше чем коренного населения но было очень интересно такая ностальгия знаете по этим всем временам поэтому цените отношения цените дружбу если вы с кем-то давно не созванивались со своими подругами знакомыми обязательно им позвоните спросите как у них дела чем они занимаются поддерживайте отношения потому что это все-таки это ценный незабываемый опыт и какая-то ступенька вашей жизни надеюсь моя история была вам интересной не болейте всем пока до новых встреч